Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 6 сентября. Я все так же те сорта, которые я вчера собрала, вот я когда про ладошку рассказывала, я сказала, что собрала несколько ведер томатов. Сегодня я из всех из них заготавливаю семена, и это прекрасная возможность продегустировать все эти сорта. Сейчас у меня идут вот эти новинки, экзотика, потому что простые семена, ну сорта почти все я уже переработала. И вот сейчас я по порядку буду обо всех сортах вам рассказывать. Вот здесь у меня оаксаканская драгоценность лежит, я даже еще не научилась выговаривать как следует название. Вот это лежит ладошка, вчера я показывала вам ее в открытом грунте. Вот это лежит дефрау, тоже под вопросом, не знаю ни описания, ничего. Вот это у меня лежат сумасшедшие ягоды, вот эти черри берри, сумасшедшие вишни барри. Вот это лежит, скажу сейчас, оливка черри, черри оливка. Начну я с ладошки. Так как я вам ладошку вчера уже показывала на улице, показывала как она растет кистями. Это тоже считается редким сортом и более того, он в интернете, про него написано, что это семейный сорт. Значит в магазинах, скорее всего, его еще нет, а может быть где есть, но я не видела, мне прислали семена. Индетерминатный, среднеспелый. Плоды, ну вот как описано в интернете, всяко. Есть такое определение, удлиненно-сердцевидная форма с ребрышками и гранями. Это как бы вот такое сложноватое и форма, и словосочетание. Да, оно вроде как удлиненно-сердцевидное, но она тут же, у нее и ребрышки, и грани, вот видите, как сердце. Еще называют, есть в некоторых описаниях заостренно-сливовидное. Ну это какое, какая-то, наверное, вот такая, заостренно-сливовидное. Есть перцевидное, но этот сорт тем и интересен, что формы очень разнообразные. Это вот вообще как сердечко на две части разбитое. А эти вот, кстати, я вот называю его ладошка, но вы можете встретить название ладошка, а можете встретить название ладошки. Это один и тот же сорт. И смотрите, действительно они похожи, как будто это вот, ну как человеческая рука с пальчиками. Это вот у меня уже такие ассоциации. Видите, вот две ладошки, очень интересные. Так, дальше про характеристики. От 150 до 450 грамм. Вы видите, что и вот такой, это все один куст может быть, и вот такой огромный тяжеленный плод. Это тоже на одном и том же кустике. Один недостаток, я уже вчера говорила, в нем мало семян. И вот сейчас я вам на разрезе показала, вот такой вот разрез. Тут еще есть семена. А некоторый плод разрежешь, там буквально всего несколько семечек, ну в большом плодике. Сейчас я попробую, но я уже заранее знаю, какой он. Плод весь состоит сплошь из томатного мяса. Они очень приятного вкуса. И если они вызрели, то они без кислинки. Вот это сплошное томатное мясо, они сладкие, мясистые. Но тут нужно немного терпения, потому что, смотрите, вот видите, вот вроде ладошка спелая. Но если у нее вот здесь у основания еще такие светло-зеленые, но она даже не пятно, а просто вот эта часть более светлая, значит она еще недостаточно вызрела. А смотрите, видите, явно видно вот это вот зеленое пятно. Такие плоды ни в коем случае для еды нельзя брать. На семена они уже пойдут, потому что этот плод, он считается зрелым, семена там полноценные. Но нужно обязательно дождаться, чтобы вот эта часть вся вызрела. И только тогда вот это томатное мясо будет сладкое. Оно будет такое, видите какое? Оно с такими малиновыми разводами вот здесь. Хотя плод сам красного цвета, но вот здесь вот более темные малиновые разводы. И вы видите, что творится. Семечек почти не видно. Вот здесь 4 семечка, здесь 4. Все эти, как в семенных камерах, почти нет семян. И это не недостаток этого года, например. Это вот специфика, такие сортовые характеристики, что очень мало семян, по несколько семян в одном плодике. Остальное все сплошное томатное мясо. Вот это наша ладошка. Обычно рекомендует формировать 2 ствола. От 3 до 5 кистей может вызреть. Это зависит от вашего региона, конечно, будет зависеть. Дело в том, что он плодоносит до самых заморозков. Вот видели, вчера я показывала, до сих пор еще висят эти плоды. И еще даже есть незрелые. Но высаживать его нужно на солнечное место. Я вот сегодня утром говорила про добарау, что он может в частично затененном участке вырасти и хорошо дать вам урожай. То ладошку не нужно так испытывать. Ее, конечно, лучше посадить на более солнечное место. Тогда она вызреет, тогда будет сладкая, сладкая, сладкая. Все. Но еще раз говорю, что в магазине ни разу не виделась вот ладошка. У меня он номер 252. Но я сразу говорю, что семян мало, потому что технически невозможно добыть много семян. Их мало почему-то. Вот такой сорт. Редкий, наверное, поэтому он и редкий, что у него очень мало семян. Сорт ладошка. Все, до свидания. В следующем видео буду рассказывать о следующем. Вот об этой, о Аксакамской драгоценности. Все новинки, вот эти вот все лежат, это новинки этого года, все новинки прекрасные. Мне они так нравятся. Смотрите, сентябрь. Какие, такие, как сказать, аппетитные, красивые плоды. Вот это вообще как виноград. Сумасшедшие ягоды вот эти. Они и по вкусу как виноград. Очень такой приятный фруктовый вкус. Сейчас я обо всех вам расскажу. Вот так вот.